Привет, ребята! Итак, этот урок будет о времени или более конкретно о размере музыкальном. В предыдущих видео я говорил о том, как превратить песню в джаз и как сделать звук песни, как ее регармонизировать, добавить проходящие аккорды, как украсть мелодию и тому подобное. Но я не говорил о времени. Теперь время очень важно в джазе, и этим не следует пренебрегать. Вы можете сделать песню более джазовой, просто изменив размер. Теперь большинство джазовых песен на самом деле написаны в 4 четверти. Вероятно, это наследие джаза начала эпохи свинга, где свинг-эра джазовая музыка считается танцевальной музыкой или джаз-песней. Более рассмотрены танцевальные песни, и это намного легче танцевать в 4 четверти, чем в 3 четверти. Но это вовсе не значит, что вы должны пренебрегать другими размерами. На самом деле, некоторые песни были уже потом преобразованы в 4 четверти, когда они стали частью стандартного джазового репертуара. Так, например, песня «Fly to me the moon» была написана в 3 четвертях, и она называлась даже другими словами. Но, конечно, вы не можете качать вальсируй, «Fly to me the moon» был принят и изменён на 4 четверти. Но тогда зачем останавливаться, почему бы не играть «Fly to me the moon» в другом размере, экзотическим и интересным, что сделать его немного больше джазовым, так, например, в 5 четвертях. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Или, например, вы можете играть в 7 восьмых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Я не изменял аккорды, не изменял мелодию, и узнаётся эта песня. Тем не менее, я сделал изменение размера, и это приобрело неожиданный, необычный, более экзотический звук, и это делает звук немного более джазовым. Дэйв Брубекк любил играть с разными размерами. И на самом деле, я украл его 5 четвертых размер рисунок из песни Take Let, когда я играл Луну в 5 четвертях. Вот этот. Так что определённо послушайте Дэйва Брубека, чтобы услышать его различные композиции. Его и песня Take 5 в 5 четвертях, различные в 6 четвертях, 11 четвертей, 13 четвертей и так далее. Слева написаны песни и размеры. А затем попробуйте применить это в своих композициях. Вы можете делать это как в 3 четвертях, 4 четвертях, 6 восьмых, или экзотических 5 четвертей, 7 четвертей, 9 восьмых и даже больше. Это немного сложно на первый взгляд. Но это ещё одна маленькая идея для ваших джазовых импровизаций, и не только джазовых. Также вы можете регармонизировать элодию, добавить другие аккорды и так далее. Спасибо за просмотр. Задавайте интересующие вас вопросы. Если вы хотите и можете помочь каналу, то внизу предоставлена информация. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до следующих видео. До свидания.